Заканчивается лето, мы заканчиваем серию, еще одна у нас осталась все-таки проповедь на тему, помните, мы говорили о общепринятых христианских понятиях, которые очень важны, очень часто употребляемы и очень часто непонимаемы. И мы выбираем те вещи, которые нам необходимы для понимания, настоящее понимание Библии, как чего Бог хочет, Его воли, Его спасения. И помните, мы уже с вами говорили, не поняв что-то, можно остановиться и не пойти дальше, не поняв что-то правильно, можно все исказить и все увидеть как бы в этом искаженном свете и не понять Бога, не понять, что Он хочет. И вы знаете, мы о многом говорили уже, и вот эти все вещи, правильно если их понимать, ты как бы очень гармонично приходишь к основному моменту христианской веры, к основному моменту, вообще самому главному, наверное, моменту нашей человеческой жизни здесь. Это спасение, спасение человеческой души, спасение от смерти, спасение от греха, спасение от своей плоти и спасение к Богу, спасение в вечность. И интересно, что о самом спасении есть много стереотипов, которые неправильны. Представляете, можно уже прийти к спасению и потом, не поняв его, пребывать в какой-то вот иллюзии спасения или надеяться на что-то, что в принципе неправда. И вот сегодняшняя тема у нас, она в каком-то смысле тяжелая, в каком-то смысле очень нужная. Нужная не только для тех, кто, например, пришел в церковь первый раз и вот еще не совсем понимает, что такое спасение, но нужна для каждого из нас. Потому что мы ходим в церковь, может быть, много лет и все равно не видим еще ясно для себя, не видим суть этого спасения. Что мы говорим, что мы подразумеваем, когда мы говорим, я спасен или я спасена. Сегодня мы разберем три стереотипа, возможно, есть больше, но три таких очень важных, часто встречающих непонимание о спасении Божьем в нашей жизни. Как мы уже начинали наше служение, Игорь сказал, что есть только одно имя, через которое можно спастись. Сегодня мы не будем говорить об абстрактных каких-то схемах спасения, мы будем говорить о том, о спасении через Иисуса Христа. Мы собираемся здесь по этой причине, мы называем себя христианами по этой причине, мы верим, что спасение через Христа. И поэтому мы сузим вот этот разговор о спасении именно к спасению через Христа. Мы с этим уже согласились, мы сюда пришли. Но даже если мы понимаем, что спасение христиан через Христа, вы знаете, все равно сатана подбрасывает очень много таких непонятных идей и путает нас, просто смущает нас. Но тем не менее, начнем с первого общего такого непонимания, которое очень часто встречается. И логика у нас следующая сегодня будет. Если спасение через Иисуса Христа, как мы уже определили с вами, по крайней мере согласились с этим, значит мне что нужно сделать? Значит мне нужно быть христианином, значит мне нужно как-то примкнуть к христианству. Спасение через Иисуса Христа, будучи христианином, соответственно, я что делаю? Я спасаюсь. Очень простая логика, правда? И с этой логикой мы встречаемся, и встречаемся мы с вами, с ней, наверное, еще в детстве, когда христианство нам дано, нам как подарок своего рода, как часть культуры. Мы с ним рождаемся, нам не надо его искать, нам не нужно ездить куда-то на миссию, кого-то слушать, на конференции. Оно нам уже как бы дано, и мы принимаем это христианство, и хорошо, у нас оно есть, у нас есть христианство, есть Христос, соответственно, есть спасение. Нам как бы повезло с вами, вот мы говорим о русскоязычных людях, которые в большинстве своем, например, родились в стране, которая считалась христианской, и христианство уже по умолчанию было главной религией. Повезло, вот буддистам не повезло, людям, кто живет в Индии не повезло, кто живет в Китае не повезло, им еще нужно найти Иисуса, а мы с вами счастливчики, мы уже как бы получили его за даром, и, соответственно, получили спасение за даром. Вот такое непонимание, мы как бы родились с вами уже в правильной религии. Вы знаете, давайте поговорим об этом, потому что, согласно Библии, вот это слово правильная религия, это вообще парадокс, который противоречит всему, всему смыслу Писания и смыслу спасения, и наша правильная христианская страна в том числе. Возможно, вы знаете из истории, был такой император Константин, римский император, он жил в 4 веке, он был очень влиятельным. До него христианская церковь, конечно, существовала, она очень сильно развивалась, но мотивом, причиной развития церкви было поведение людей, поведение христиан. Они делали сумасшедшие вещи по тем временам, когда случалась эпидемия, и все люди, не было тогда еще вакцин, таблеток, люди просто убегали, они боялись заболеть и умереть. Они убегали, они оставляли своих родственников, христиане заходили в этот город и ухаживали за теми, кто болел, и они, конечно, кто-то из них, из христиан, умирал. Христиане делали очень много чего, что не делали другие люди, очень показывали жертвенную любовь, и христианство росло, оно становилось значимым, люди очень уважали христиан, очень любили христиан. Но поменялось все очень резко, когда пришел Константин, Константин был первым из римских императоров, который стал христианином, и он решил, он начал процесс, он начал процесс, когда христианство стало официальной религией, официальной религией Римской империи, потом она стала вот так распространяться, как официальная религия. Вы знаете, когда это произошло, очень много стало людей присоединяться к церкви, но как историки нам говорят, мотивы вот этого присоединения были не совсем правильными иногда, не совсем понятными. Они уже не присоединялись, потому что есть Бог, Он меня любит, Он меня спас, я хочу быть как Он, но поскольку это была официальная религия, они просто хотели быть в этой официальной струе, не быть вместе со всеми. Более того, вот при Константине, например, если ты не христианин, ты в принципе по карьере, карьерного роста у тебя не будет. Это как в свое время коммунистическая партия выполняла функцию такого, знаете, если хочешь вырасти по карьере, ты должен стать членом коммунистической партии. Вот примерно христианство, как официальная религия, начало нести такую функцию, и люди становились христианами, они хотели быть членами правильной религии. И наша с вами не такая далекая история, в 10 веке уже Владимир Великий, князь Владимир Великий крестил Русь, мы знаем эту историю. Загнали людей в реку Днепр, Киевская Русь, и вот покрестили, и все опять тоже стали членами правильной религии. И вот это, наверное, такой стереотип, с которым мы встречаемся. Я вам хочу смешной пример один привести, как это работает. Вы, многие из вас, наверное, вспомнят этот момент, когда мы учились в школе. У нас, вот в моей школе, появилась такая мода, по-моему, в 7-6 классе. Девочки этим занимались, появились такие толстые общие тетради, анкета называлась. И вот эта анкета ходила по партам, и там было много вопросов. И вопросы были разные, ну, как тебя зовут, твой цвет глаз, что тебе нравится, какой твой любимый артист, все остальное. У вас было такое что-то подобное? Это была какая-то волна такая прошла, просто во всех школах начали ходить по партам анкеты, и потом их становилось больше, и ты уже просто уставал заполнять все эти анкеты. Но и там было много вопросов таких интересных, для нас это было необычно, мы там с энтузиазмом отвечали на все эти вопросы. Я помню один вопрос, вероисповедание. Я не помню точную формулировку. Во что ты веришь? Твоя вера. И, конечно же, сто процентов ответов были какие. Ты видишь все ответы на странице, какой был ответ? Христианин. Я, конечно, мы все не задумывались, христианин, православный христианин, что-то такое. Я, конечно, тоже написал христианин, другое дело, что я не имел никакого понятия ни о Христе, ни о спасении, ни о вере, ни о благодати, ни о милости Божией. Это все для меня был какой-то туман, я вообще ничего не знал. И вот, понимаете, первый стереотип, который нам просто нужно понять, и, может быть, мы поможем другим с ним разобраться, то, что нет никакой правильной веры, которая тебе дается, и ты должен стать частью какой-то религии, веры, как ты должен стать частью партии, например. Если мы посмотрим на этот стереотип, нам, конечно, может и повезло, что мы родились в этой стране, а китайцам не повезло, а индусам не повезло, а нам повезло. Но если мы смотрим на Священное Писание, это именно где мы находим все ответы на вопросы. Библия противоречит. Там нет ничего абсолютно даже близкого к тому, что ты можешь родиться в какой-то правильной стране и в какой-то правильной религии. О чем Библия говорит и на чем она настаивает. То, что нет ни украинцев, ни русских, ни индусов, ни китайцев. Нет никого. Есть Бог и есть человек индивидуальный, который приходит к нему, у него начинаются отношения с Богом. Он узнает Бога, он становится новым существом, у него интимные отношения, он начинает слушаться Бога. Он начинает идти за ним. Это очень близкие отношения, которые не зависят от нашей национальности, не зависят от того, где мы родились. Ты можешь родиться индусом, ты можешь родиться в индуизме с миллионом богов, но в какой-то момент ты находишь Иисуса Христа и ты отдаешь Ему свою жизнь. И ты христианин. И твое место рождения, и твоя религия, с которой ты родился, в общем, ни при чем. Но это просто для нас, правда? Мы с этим уже разобрались давно. Но, может быть, нашим друзьям будет полезно. Вот такое заблуждение номер один. Второе заблуждение, оно уже посложнее, потому что у нас с вами нет иммунитета против него. Мы можем попасть под это заблуждение так же. И это, когда мы принимаем христианство, а, соответственно, и спасение, потому что спасение через Христа, как религию. Вот эта группа людей, скажем, она уже более, отношение уже с Христом более сложное. Не просто я родился там по умолчанию христианином. Здесь уже начинается религиозная деятельность. Мы говорим, ну, конечно, этого недостаточно, что я родился в христианской так называемой стране. Нужно что-то делать. Нужно как-то принадлежать. Нужно что-то идентифицировать себя со Христом. И люди начинают заниматься религиозной деятельностью. Вы знаете, мы, наверное, сидим и думаем, речь идет о православных. Вы знаете, не будем сильно гордиться. Речь идет о каждом человеке, кто хочет строить отношения с Богом. Это непонимание присутствует. Религиозная деятельность. Что мы имеем в виду? Не обязательно ритуалы какие-то, но даже хождение в церковь. Столько-то раз в году, может быть, каждое воскресенье, может быть, раз в месяц, может быть, два раза в год. Но это религиозная деятельность. Мы можем читать Библию. Это тоже своего рода может быть религиозной деятельностью. Я должен прочитать Библию, скажем, ну, может быть, не каждый день я читаю, но периодически я читаю. И это то, что как бы меня приближает к Богу. Мы сегодня будем участвовать в хлебопреломлении, в причастии. Это заповедь, которую дал нам Бог, чтобы мы о чем-то вспоминали. Но вы знаете, это тоже может быть религиозной деятельностью. Мы участвуем в этом, мы что-то делаем, соответственно, мы принадлежим христианству, соответственно, мы получаем спасение. Здесь, чтобы просто не тратить много времени, это тоже стереотип, который не имеет никакого основания в Писании. Никакого основания. Эти моменты, которые мы сейчас перечислили, они очень важные, но это не сама цель. То есть религиозная деятельность, она не гарантирует спасения. Количество и интенсивность похода в церковь, как бы это, может, странно для кого-то не звучало, не гарантирует спасения. Объем чтения Библии тоже не гарантирует сам по себе спасения. Это средства, которые должны привести к чему-то еще, к чему-то более серьезному. Евангелие от Матвея, очень известные стихи Иисуса Христа. 7 глава, 21 стих, он говорит, что не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. То есть, понимаете, всю нашу религиозную деятельность можно свести к этому, что мы знаем, что говорить, и мы знаем, что нужно делать, и мы знаем, как нужно делать. Мы говорим, Иисус Христос, Господь, Господь, что в принципе правда. Но даже это не гарантирует нам спасения. Если мы останемся с этим пониманием, я вот узнал, что правильно, я согласен с этим, это не гарантирует нас спасения, потому что, опять же, мы видим, что Иисус говорит, ну исполняешь ли ты волю моего Отца? Это серьезно. То есть, мы видим, что даже мы не можем здесь остановиться, если мы остановимся на религиозной деятельности. Исполняем ли мы волю Отца? Пришли ли мы в Его Царство, где мы подчинились Ему и живем, как Он хочет, а не просто знаем? Это второй стереотип. Но вы знаете, это может для кого-то еще, потому что пока все понятно, пока ничего нового, я уверен, что ничего нового вы вообще не услышали, может кто-то услышал. Но большинство из нас это уже как бы пройденный материал, мы уже все это поняли. Но есть еще один момент, сегодня мы, пожалуй, больше времени потратим на него, это непонимание, это стереотип, и вот здесь у нас точно нет иммунитета против него. И здесь каждый из нас может просто провалиться в эту яму и даже не понять, что произошло. И это непонимание, стереотип заключается в следующем. Человек убежден, что когда он приходит к Богу, и он молится, он сознает себя грешником, это все правда, вот опасность, он сознает себя грешником, он сознает, что не может сам себя спасти, он согласен с большинством того, что написано в Библии. Он приходит к Богу, он молится, он даже молится эмоционально, он помолился, может быть, он даже заплакал, и он попросил Бога о спасении. И теперь человек решает, что что-то произошло, что в принципе гарантирует ему связь с Богом, с Христом и, соответственно, спасение, потому что спасение только через Христа. И теперь, что происходит, мы это делаем, и мы ждем смерти в надежде, может быть, в искренней надежде, то, что когда мы умрем, нас будет ждать Христос, и там будет Царство Небесное, мы будем на небе, там все будет хорошо, там все будет нормально. Пока вот, в принципе, ничего неправильного не прозвучало, правда? Другое дело, что вот это мировоззрение, вот это мнение относительно спасения, оно как бы не включает в себя ничего, что должно происходить здесь и сейчас, в этой жизни. Мы искренне верим, как бы, мы надеемся, тоже искренне, но вот наша жизнь сегодняшняя, настоящая, она остается не особо измененной, вы понимаете? То есть нам не нужно завтра вставать и что-то делать, мучиться, молиться, пытаться измениться. Мы ждем небо, мы ждем смерти, если угодно, потому что после смерти все будет хорошо. И это тоже включает в себя религиозную деятельность, это как бы такой пакет, что я должен сделать, чтобы соблюсти вот эти условия, чтобы поставить все галочки, чтобы когда я умру и приду на небо, меня приняли с объятиями в эту новую реальность, в эту вечную жизнь. И оно, да, оно включает в себя также походы в церковь, чтение Библии, но вот что происходит со мной сейчас, оно как бы упускается. И мы живем с этим, мы живем с этим пониманием, с этой надеждой. И давайте разберем, почему это тоже неправильное понимание спасения. Хотя вроде вот видимость такая существует, что все нормально, все искренне, признано, понято, но это не спасение, это тоже не гарантирует спасение. Несколько проблем. Проблема номер один. Когда мы принимаем вот это, что я искренне помолился, и потом уже на основании этой молитвы, значит, Бог меня уже ждет, когда я умру, мы понимаем, что Бог свят, мы не отрицаем этого, мы понимаем, что мы не можем прийти вот такими грешниками к Богу и сказать, что, слушай, ну я же помолился, я не такой, как ты, я грешу, люблю грешить, но я помолился. Мы понимаем прекрасно, мы понимаем, что мы, когда все равно перед Богом предстанем, должно с нами что-то произойти, мы должны измениться, мы же не можем в Царстве Небесном продолжать грешить, правильно? То есть мы надеемся на некую метаморфозу, такое чудесное изменение нашего внутреннего человека, характера, и люди иногда думают, что вот я сейчас такой, но когда я умираю, что-то со мной происходит, я становлюсь другим человеком, я могу, и Бог меня любит, и Он меня приглашает в свое царство. Опять же, проблема в том, что вот эта метаморфоза, она есть, но вот она не после смерти происходит. И момент интересный, вот представьте такую ситуацию, я хочу попасть в Царство Небесное, я хочу на небо попасть после своей смерти. Царство Небесное, мы с вами много об этом говорим, что подразумевает? Есть царь, его воля выполняется, правильно? Я очень хочу туда попасть. Сейчас, тем не менее, сейчас, когда я живу, я ищу схемы, как мне вот минимум какой-то соблюсти, но я в принципе не согласен с этим принципом, что Бог управляет моей жизнью. Я хотел бы сам управлять своей жизнью, я Ему не доверяю. Я ищу лазейки, как мне все-таки сделать так, как я хочу. Ну, схожу в церковь без проблем, Библию почитаю без проблем, но в принципе я его как царя не принимаю сейчас. И потом, когда я попадаю на небо, интересная ситуация, я попадаю в реальность, где мне не спрятаться никуда уже. Где Бог-то, царь уже все, Он уже царь, и ничего с этим не сделать. И мы иногда, мы так вот ошибочно полагаем, что я сейчас вот по сути своей человек, который избегает его царствования, вдруг потом почему-то царство небесное мне сразу резко понравится. Ну, а почему оно должно мне понравиться? Вы представляете ситуацию? Если здесь сейчас мне Бог еще позволяет как-то вот прятаться от него, вы знаете, вы можете меня осудить, если я делаю что-то, когда вы видите это, я могу много чего делать в своих мыслях, или когда вы не видите, и Бог разрешает еще, пока человеку дают эту свободу, мы можем жить, как будто его нет еще, мы можем грешить сейчас. А потом, когда мы умрем, дело в том, что все будет известно, и нам никуда не убежать. Сейчас мы можем убежать, как-то еще отдушину какую-то себе найти от Бога, а потом нам никуда не убежать. Вы представляете, куда мы идем вообще? И когда начинаешь об этом думать, а хотим ли мы туда идти, если мы сейчас боимся Бога, мы сейчас боимся смириться перед Ним и отдать Ему контроль над нашей жизнью, придет реальность в один прекрасный момент, когда нам никуда не будет не убежать от Него. Это довольно страшно на самом деле. Никакой отдушины, стопроцентный контроль царя небесного над нашей жизнью. Это будет шок. Я не уверен, если стоит туда идти вообще. Я, конечно, шучу, вы понимаете. Но почему мы надеемся сейчас, если мы не хотим Бога как царя, вдруг потом мы поменяемся и захотим Его как царя? Когда от Него уже никуда не будет убежать. Это проблема номер один. Проблема номер два, она более серьезная. Если мы читаем, конечно, Писание, не обязательно быть очень образованным человеком, нужно просто внимательно читать хотя бы, пытаться понять, что написано. Нам сразу становится понятно, что если мы придерживаемся вот этого сценария, я помолился, покаялся, жду, когда умру, там будет все хорошо. Но тогда получается, что 70-80% Нового Завета в принципе не нужны. Зачем они были написаны, вообще непонятно. Масса предупреждений, масса просьб, что нужно делать, что не нужно делать. Зачем они были написаны вообще для нас? Великое поручение не нужно. Вы знаете, когда Иисус уходил уже, у него был последний разговор с учениками, и он как бы отставил для церкви функцию, что нужно делать, что нужно делать. Он говорил, что идите, крестите всех во имя Матвея, 28 глава, мы знаем эти стихи, идите, крестите всех во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и научите их делать все, что я повелел. Но если наша схема правильная, я покаялся искренне, я крестился, я жду теперь, но зачем мне учиться, мне просто нужно подождать и все, а зачем мне учиться делать все, что Иисус повелел? Оно как бы становится, это великое поручение становится вообще неуместным, как бы, если я верю в то, что нужно просто ждать смерти и Царства Небесного. Иисус Христос, Он такую концепцию преподнес ученичество, мы все знаем, и причем Он не оставил никакого нам, никаких маневров, Он очень прямолинейно объяснял, за ним многие, Он был популярен, за ним многие хотели идти, Он как бы их предупреждал, Он как бы останавливал их. Слушайте, если вы хотите быть моим учеником, это без проблем, но если вы хотите быть моим учеником, вы должны взять свой крест на себя и идти за мной. И, конечно, когда мы размышляем над этим стихом, мы видим, что взять свой крест на себя подразумевает, что перестать делать то, что я хочу, и начать делать то, что хочет Бог. А это болезненно, поэтому употребляется эта метафора, взять свой крест на себя, умирать для себя каждый день. Но это тоже не нужно, это какая-то приписка получается, может быть, Иисус не имел в виду то, что Он говорил. Потому что я просто искренне покаялся, я искренне помолился, я теперь жду смерти, и что будет потом. Давайте посмотрим на несколько стихов. Только несколько из сотен-сотен стихов, когда очень конкретно апостолы и авторы другие Нового Завета нам дают конкретные реальные инструкции относительно нашей жизни здесь, сейчас, не потом, после смерти. Апостол Павел очень много этим занимается. Например, 12 глава апостола Павла к римлянам, все 12 глав Павел объясняет, что Бог сделал. Он объясняет спасение, он объясняет невозможность спасения, кроме как через Иисуса Христа, все он это объяснил. И для иудеев, и для язычников, всех обобщил, вот ваше спасение. И потом он начинает 12 главу с такой смольбы, с просьбой, причем в оригинальном тексте он нас умоляет, он нас просит, он нас упрашивает, что он нас упрашивает сделать. Он говорит, я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваше тело, тела в жертву живую, святую и угодную Богу. Очень интересно, если я просто жду смерти, и потом произойдет что-то удивительное и хорошее, а сейчас мне просто нужно потерпеть, зачем Павел просит нас принести наши тела в жертву живую? Это, опять же, ежедневная жизнь, когда мы, грубо говоря, кладем крест свой на плечи и идем за крестом. Зачем он это делает? И в послании к Колоссянам, в 3 главе, у него длинные списки, во всех посланиях у него длинные списки есть, когда он что-то просит нас делать, он умоляет нас делать, он настаивает на том, чтобы мы что-то делали, что-то не делали. В 8 стихе, Колоссянам 3 глава, например, он говорит, но сейчас настало время избавиться, сейчас, слово ключевое, сейчас настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия, не лгите друг другу, сейчас настало время это сделать, избавиться от этого, снять себя, оригинальный перевод, снять себя все это, как старую одежду, ветхую. Потом он говорит, в 5 стихе он говорит, что поэтому умертвите в себе, сейчас умертвите в себе все, что еще принадлежит греховной природе, разврат, безразственность, страсть, дурные желания и алчность, то есть жадность, которая есть то же самое, что и долопоклонство, и вопрос, зачем? Зачем постоянные вот эти списки того, что нужно делать, того и что не нужно делать? И в 6 стихе он сам отвечает себе, Павел, он говорит, все это вызывает гнев Божий на тех, кто ему не послушен. Все это, например, если я гневаюсь, ярость у меня есть, злоба, ядовитые слова, сквернословия, я лгу своим друзьям, братьям и сестрам, все это вызывает гнев Божий на тех, кто Богу не послушен. И тут мы начинаем понимать, что спасение все-таки, это не просто молитва, пусть искренняя, Господи, прости меня, и ожидание, терпеливое ожидание чего-то там удивительного, хорошего после смерти, это избавление нас от чего-то сейчас, избавление от нашего злоба, ярости, сквернословия, лжи, эгоизма, оно сейчас происходит, Бог спасает нас от этого сейчас, и Он сделал это возможным для нас, и Павел говорит, спасение сейчас, оно возможно для вас, совершайте, избавляйтесь от этого, потому что гнев Божий, гнев Бога, который нелицеприятен, который не терпит гнев, ярость, ложь и все остальное, он не терпит, он не может это терпеть, этот гнев идет. И даже если вы его дети, а тем более потому, что вы его дети, он не позволит вам остаться гневными и в ярости и все остальное, так же, как он не позволит это сделать другим. Более того, потому что Он вас любит, Он вас будет сильнее наказывать, Он сделает так, чтобы вам было плохо в этой жизни. Пока вы не избавитесь от этого, Он будет с вами работать. То есть спасение, мы начинаем, видишь, спасение реально, оно происходит не где-то когда-то абстрактно потом, но оно происходит сейчас, каждый день в нашей жизни. И теперь вопрос, нужна ли эта метаморфоза? Потому что мы, когда надеемся, что я умру и стану другим, мы надеемся на эту волшебную метаморфозу изменения, меня. Нужна ли она? Конечно, она нужна. Абсолютно, она нужна, очень нужна. В этом заключается наше спасение. Но она нужна не потом, после смерти, а она нужна сейчас, она нужна сегодня. И если она не происходит сегодня, то надеяться на то, что она произойдет когда-то, это абсолютно неподтвержденная идея Писанием. Эта идея, что она когда-то произойдет, она абсолютно не подтверждается Писанием. Либо я услышал апостола Павла сегодня, мы не говорим, что это легко, но либо мы его услышали и послушались, начали что-то делать с собой сегодня, Мы входим в спасение. Наше спасение начинается совершаться. Надеяться, что оно совершится потом. Опять же, это по-человечески понятно, но нет никакого подтверждения в Писании, что потом после смерти что-то с нами чудесное произойдет, если это не происходит сейчас. И в чем спасение теперь получается? Можно много об этом говорить. Это очень объемная тема, но у нас нет так много времени сегодня. В чем заключается спасение теперь? Она заключается в том, что здесь и сейчас, здесь и сейчас, сегодня, сейчас, через 15 минут ситуация возникает. Мы достигаем, по словам того же апостола Павла, мы достигаем того, что для нас достиг Христос. Мы достигаем невозможного. Что для нас достиг Христос? Христос, Он умер и воскрес. Он умертвил греховную природу нашу в себе. Он воскрес с новой природой, которая не подлась на греху. Он достиг для нас чего-то, что мы никогда не могли с вами сделать. Мы никогда, когда мы совершаем свое спасение, мы его не зарабатываем. Но мы достигаем того, что Иисус уже сделал. Он для нас сделал вот эту новую природу. И когда мы спасаемся, когда мы спасаемся, мы делаем вот эту его новую природу, воскресшего Иисуса Христа, Иисуса Христа реальностью в нашей с вами повседневной жизни. И это и есть наше спасение. Как... Ну, он зовет, и мы... Филиппийцам обращается Павел, он говорит, мы его совершаем. Мы совершаем то, что Бог сделал. И подчиняясь Ему, слушаясь Его здесь и сейчас, мы его совершаем. Надежда, что что-то... Какое-то совершение произойдет после смерти, это, если честно говоря, очень глупая и обманчивая надежда. Потому что, опять же, Писание ни о чем. Нет ни одного слова, что после смерти вот берет Бог Рома и говорит, сейчас я тебе... Ты пришел такой грязный, грешный, непослушный, и сейчас я с тобой что-то сделаю. Ну, нет ни одного слова. Но есть масса, 70% Нового Завета, которые говорят, Рома, сейчас ты будешь меняться. Ты мое чадо сейчас, ты мой ребенок. Я тебя буду менять, я буду тебя уподоблять своему Сыну Иисусу Христу. Это твое спасение. Еще такой момент интересный. Вы знаете, почему эта идея, вот эта затея, что нужно просто ждать, искренне помолиться и ждать смерти, и потом что-то произойдет, она на самом деле ни на чем не основана, достаточно глупа. Мы надеемся, что сейчас плохо. Я несовершенен, никто несовершенен, ничего не можем с этим сделать. Весь мир злой, несовершенный, нужно просто потерпеть. Сейчас плохо, нужно просто потерпеть, нужно как-то вот организовать церковь свою, знаете, некоторые церкви, кстати, так и делают. Какую-то группу создать, единомышленников, и мы вот такие сидим и терпим, знаете, терпим. Мир злой, мир злой вообще. А мы закрылись, себя огородили стеной такой, нам просто вытерпеть надо вот эти 70 лет, а потом все будет замечательно просто, нам нужно просто продержаться. А потом будет все хорошо. А почему все будет хорошо? Вот интересно. Почему все будет хорошо? Вот там, вот за этим рубежом, когда мы умрем. Небольшая иллюстрация. Что нужно сделать? Вопрос ко всем. Что нужно сделать, чтобы полностью избавиться от криминала, от любой криминальной деятельности? Вот начиная от преднамеренного убийства, окончая каким-то мелким мошенничеством. Вот что нужно сделать? Есть два варианта. Вот если мы нас с вами пофилософствуем, мы придем только, есть только два варианта. Это невозможно на самом деле избавиться от криминала в этом мире, но так, гипотетически, давайте пофантазируем. Первый вариант, можно, ну так, опять же, гипотетически. Первый вариант такой. Мы можем сделать так. Каждый человек, каждому человеку будет представлено 10 полицейских. Каждому человеку. Все, каждый его шаг, каждое его слово будет контролироваться. Более того, мы поставим везде камеры. Мы поставим камеры везде, где он живет. В туалете, в офисе, в спальне. Мы ему вставим, мы ему вставим чип. Сейчас, кстати, технология разрабатывается. Мы ему вставим чип, который будет знать, о чем он думает. Мы обеспечим полный контроль, чтобы он ничего не смог сделать противозаконно. Идея, конечно, абсурдная, потому что она имеет смысл, но она неосуществима, нам просто денег не хватит на это все. Потому что на каждое из этих 10 полицейских нужно тоже будет 10 полицейских, если остальное. Ну просто не хватит денег, это невыполнимая идея. Это первый вариант. И, кстати, общество, оно старается идти в этом направлении. У нас сейчас распространенная система мониторинга, есть такие города, они говорят, у них настолько система мониторинга, я имею в виду видеонаблюдение, настолько продвинута, они говорят, что у нас каждый квадратный сантиметр нашего города под наблюдением. То есть человечество верит, что есть какой-то вот момент, нужно все это контроль увеличивать, и будет меньше криминальной деятельности. И вы знаете, это работает, потому что вот на сегодняшний день, если преступление совершают непрофессионалы, профессионалы, они знают, что есть камеры, они знают, как нужно быть незамеченным. Если преступление совершено непрофессионалом, его находят за полчаса, вы представляете? Ну за день хотя бы. 90% этих преступлений разрешается в течение 24 часов, потому что все под контролем. Вот такой вариант. Невыполнимый, конечно, просто денег не хватит, но есть еще один такой вариант. Есть еще один вариант, другой. Этот вариант подразумевает то, что мы берем человека, меняем его так, что он не хочет заниматься криминальной деятельностью в принципе. Ну его просто не заставить. Его не заставить не убить, не оскорбить, не обидеть, не украсть. Вот ты будешь его заставлять носить, он говорит, я не буду, я не буду воровать, я не буду обижать, я не буду искать своего и все. Хоть убивайте меня, я этого делать не буду. Это тоже вариант невыполнивый для этого мира, но Бог выбрал вот этот вариант. Бог выбрал вариант, когда он берет человека, он его меняет, ему не нужно уже 10 полицейских, ему не нужен миллион камер за ним следить. У него другое сердце, он не хочет грешить и все. И вы понимаете, когда мы надеемся, что мы попадем после смерти в Царство Небесное, там будет все хорошо и замечательно. Почему там будет хорошо и замечательно? Потому что люди там не захотят грешить, там люди другие. Откуда взялись эти другие люди? Откуда они, как они образовались, эти другие люди? Они образовались, такими стали, потому что они слушаются Бога здесь и сейчас. Они умирают для себя здесь и сейчас. Они становятся другими людьми, благодатью Божией, силой Бога, они меняются. Медленно, медленно. Болезненно, но они меняются, превращаются в других людей, они становятся похожими на Иисуса Христа. И вот эти люди попадают в Царство Небесное, и поэтому там будет хорошо. Потому что спасение это достижение того, что сделал для нас Иисус Христос здесь, здесь и сейчас. И, конечно, тогда возникает вопрос, хочу ли я быть спасен? Если спасение подразумевает мою метаморфозу, которая происходит, болезненную здесь и сейчас, хочу ли я быть спасен? Потому что, когда есть абстрактное Царство Небесное, и есть моя жизнь, и я делаю в принципе, что хочу, и не очень сильно отличаюсь от других, и мне говорят, что спасение подразумевает мое изменение здесь и сейчас, у нас могут возникнуть проблемы. Но Писание еще раз говорит, что Бог так установил свое спасение через Иисуса Христа, через Его смерть и через Его воскресение, которое становится реальностью сейчас в нашей жизни. И вот это спасение. И хочу ли я быть спасен? Мы сейчас будем участвовать в причастии. Мы сейчас помолимся сначала и попросим просто, чтобы Он нам исправил мозги и все стереотипы, которые у нас есть, непонимание спасения, чтобы оно ушло. И мы без страха, в такой, да, мы, может быть, в беспомощности своей, в осознании того, что я боюсь такого спасения. Вот того не боялся, когда нужно просто жить и ждать. А вот сейчас вот мне объяснили, я боюсь такого спасения, я неуверенно себя чувствую. Бог, я думал, что Бог когда-то будет царем, и я не совсем понимал, что это такое. А мне говорят, что Он сейчас должен становиться царем, а я к этому не готов. Со всей этой честностью, со всей искренностью, со слабостью, мы будем Бога просить, благодати, благодати и Духа Святого, который покажет нам это спасение как самое ценное и красивое, что может произойти. И убедить нас, что это может произойти, потому что Бог верен. Мы песню пели, и Миша молился, Бог верен. Она может произойти. Но она может произойти, она будет происходить здесь и сейчас. Никакой правильной религии, никакой правильной христианской страны, никакой религиозной деятельности, и никакого ожидания, чего-то волшебного, что произойдет потом. А жизнь с Богом, здесь и сейчас, это мы называем спасением через Иисуса Христа, который есть путь и истинная жизнь. Он умер, Он воскрес. Мы вместе с Ним спасаемся сейчас, сегодня, в эту самую минуту, когда слушаем эти слова и принимаем их. Дорогой Отец, Господь, мы осознаем нашу способность и талант наш создавать идолов, которые нам удобны, в том числе и то, как мы Тебя представляем, Иисус, как мы представляем Твое спасение, Твое царствование в нашей жизни. Мы очень удачно все придумываем, чтобы нам не пришлось брать свой крест и идти за Тобой. Господь, Твое слово, мы очень благодарны Тебе за Твое слово. Оно не оставляет нас в комфорте. Оно наших идолов постоянно с вызовом таким приходит в нашу жизнь и мы задаемся вопросом и видим, что наши идолы, оказывается, вот они и есть идолы, придуманные нами, и ничего, никакой правды в них нет, а правда есть у Тебя, и Ты просто очень настойчива через Своих пророков, через Своё слово, через Своих апостолов Ты говоришь нам, что Бог умер за нас, за наши грехи, и Он спасает нас, Он искупляет нас, избавляет нас от греха и смерти, и Он делает это сейчас. Он делает это сейчас, Он будет делать это завтра, послезавтра, у нас будут возникать ситуации, когда это спасение может быть совершено, ещё маленький кусочек спасения может быть совершено, и мы станем больше похожи на Твоего Сына. Господь, мы просим Тебя прощения за свои грехи, за своё непонимание спасения, может, даже иногда умышленное непонимание спасения. просим Духа Святого, чтобы Он дал нам вот этого смирения, которое только Ты можешь дать, и благодати, которую только Ты можешь дать, и чтобы мы приняли спасение на Твоих условиях. И чтобы мы очень захотели спастись. Вот именно как Ты нас спасаешь, вот что мы очень захотели спастись, чтобы мы захотели стать другими, захотели стать людьми, которые на самом деле, когда мы умрём, мы, может, даже и не поймём сразу, что мы умерли. Потому что не будет никакого шока. Ничего особо не поменяется. Ты здесь был нашим царем, и там будешь нашим царем. Мы здесь тебя любили и не боялись тебе отдать свою жизнь. И там мы готовы к этому. Что смерть это какая-то линия, которая просто заканчивается биологическая жизнь, начинается вечность. Чтобы спасение происходило. Каждый человек, кто здесь присутствует, Господь. Чтобы мы испытали Твое настоящее спасение. И оно произвело плоды. И Господь, чтобы плоды Духа Святого, плоды спасения, они были видимы в нашей жизни. Наше терпение, наша радость, наша любовь, наш самоконтроль. Чтобы они реально, Твое спасение материализовалось в нашей жизни. И люди его заметили. И поняли, что есть спасение. И день благоприятный для спасения сегодня. Сейчас. И чтобы они очень сильно захотели. Начать спасаться. Начать идти за Тобой. Прямо вот сейчас. Господь. Понимая это, мы также понимаем, что мы не можем ничего сделать без Твоей помощи. Мы просим, помоги нам. Прости наши грехи. Очисти нас от всякой неправды, от всяких сомнений, от всех неправильных стереотипов и непониманий. Дай нам правду, наполни нас правдой. Дай нам огромное желание идти за Тобой. Для Твоей славы мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус, ты мне даешь явиться Святым и правым очи и дом. Мне нечем пред Тобой хвалиться. Могу хвалиться лишь Тобой. Ты лучшая, что есть в моем сердце. Ты лучшая, что есть в моих мыслях. Ты лучшая, что есть в моей жизни. Ты лучшая, что есть у меня. Иисус, ты мне даешь явиться Святым и правым очи и дом. Мне нечем пред Тобой хвалиться. Могу хвалиться лишь Тобой. Ты лучшая, что есть в моем сердце. Ты лучшая, что есть в моих мыслях. Ты лучшая, что есть в моей жизни. Ты лучшая, что есть у меня. Пусть все больше будет Тебя во мне. 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 В моей жизни Ты лучшая, что есть у меня. Ты лучшая, что есть у меня. Ты лучшая, что есть у меня, Иисус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!